Здравствуйте! Меня зовут Наталья Богданова и вы смотрите пятничный выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ. Сегодня у нас начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных и биологических ресурсов по Оренбургской области Александр Семенович Запков. Здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! У вас должность длинная. Расскажите, чем ваш отдел занимается, ваше управление, что в ваши компетенции входит сегодня? Добрый день или вечер, уважаемые телезрители. Отдел наш занимается все в названии его – государственным контролем, надзором и охраной, заводами, биологическими ресурсами. То есть мы исполняем контроль надзорной функции и охранной в области рыболовства, которое у нас в Оренбургской области существует. Рыболовство бывает у нас промышленное, любительское рыболовство. И сейчас вот еще такие функции выполняем. У нас новый закон принят, 148-й, закон об акукультуре. То есть есть у нас уже участки рыбоводные, рыборазводные участки, рыбоводные, хотите называйте. Вот четыре участка уже имеют своих пользователей. То есть на этих участках предприниматели или юридические лица разводят рыбу. Конечно, сложно, наверное, обойти тему с реклой. Предлагаю с нее и начать. Уже несколько недель длятся исследования, анализы, какие-то экспертизы. Расскажите, пожалуйста, вот с самого начала, ваше ведомство в этом уже участвовало наверняка. Какие вы работы проводили и сейчас? Мы в этом расследовании участвовали и участвуем, еще продолжаем участвовать. К нам сигнал поступил 5 июня. Наши сотрудники выехали туда, на место Туртоземский плюс, это село Покровка, село Уральское. В это время уже параллельно отбирались пробы ветеринарными службами Кваркинского района. Они отобрали воду, отобрали рыбу погибшую и не погибшую для исследования. Мы опросили свидетелей, рассказы свидетелей, очевидцев. Гибель рыбы, первый экземпляр, начали выплывать 1 июня. Ну, примерно так, может быть, плюс-минус там. Нашими сотрудниками, значит, были отобраны пробы воды для исследования. Вот, отобраны пробы рыбы также для исследования. Воду передали нам сюда, мы направили в лабораторию Роспроводнадзора. ЦЛАТИ называется, центральная аналитическая лаборатория. Вот, она аккредитована по всем видам анализов. Сообщили соответствующие органы, куда мы должны были сообщить, в Роспроводнадзор. В территориальном управлении происходит вот такое явление. Первый подсчет погибшей рыбы показал, что порядка 42-45 тысяч погибло уже к тому времени. То есть, ну, не погибло, а ее вот вынесло. Карась, он своеобразно погибает. И погибла рыба одного вида, карась. И причем, в основном, одной возрастной группы. 4-5 лет такая рыба крупная. 400-500 грамм, ну, я говорю, по меркам рыболов-любителей и вообще по меркам карася. А сколько дней вообще продолжалось это явление? Точно, достоверно сказать, не можем, прекратилось ли оно совсем или не прекратилось. Ну, как бы, периодически рыбу все-таки вытаскивает эту погибшую. Было организовано в правительственном области и администрация муниципальных образований Кваркинского района в основном там, ну, и Новоорский участвовал. Значит, уборка этой рыбы с берегов и утилизация ее в скотомогильниках, в соответствии с законодательством. Вот в прошлом году там наблюдалась такая гибель, вот, карася на Сундукском плесе, такой же возрастной группы, карась был очень крупный. Там в течение месяца, ну, не так масштабно, там поменьше, там 100-200 экземпляров, 300 экземпляров, вот так вот. То есть гораздо меньше. Меньше. И а какой промежуток времени это было? В течение месяца. Июнь тоже? Нет, там было в августе. Начало в августе и где-то до 9-10 сентября где-то вот это все продолжалось, потом все прекратилось. На озере Гранитном есть там, то, что на востоке озеро Гранитное, тоже такое явление было. Я думаю, тут еще из-за того, что вот этот Уртазымский плес, он как бы скопление карася там очень большое. Вот поэтому, может быть, такие масштабы огромные. Вот все, ну, воду мы всю эту проанализировали, потом мы, значит, провели водолазное обследование. Боялись, что, может быть, там дно, там, как все говорят, да там дно все, рыба, там устеленность и прочее. Ну, ничего там мы не нашли. Отобрали пробы грунта ААА на всякий случай тоже. Вот. Ну, анализы воды также отбирались потом впоследствии лаборатории службы эксплуатации Реклинского водохранилища. Потом отбирались пробы воды, значит, нашей лаборатории Министерства природных ресурсов Оренбургской области, лаборатории экологического контроля. И в воде токсичных веществ мы не нашли. Но люди все-таки были очень, да, напуганы, испуганы. И не только жители Восточного Оренбуржа, а в целом по области. И, в общем-то, да, назвали... Дело в том, что, когда понятна причина, все становится на свои места. Сейчас пока до конца причина точно не ясна. В грунтах мы тоже не нашли. Там несколько превышений есть железа. Железо не является токсичным таким металлом, чтобы рыба от него там подохла. Но опять, если говорить о токсичности, мы вот тут собирались экологи, собирались мы водники. Тут все совещались, все протоколы эти анализировали. Там, естественно, вверху богатая промышленностью предприятия есть. И Челябинская область, там Сибайский, там ГОК. Ну, всякие были сразу версии, в голову все приходит. Но опять мы берем внимание на то, что гибнет один вид рыбы. Но все-таки эти версии, они проработаны были? Обязательно. Мы их все проработали, направили запросы и в Челябинск, и в Башкирию своим коллегам. И по линии рыбоохраны, и по линии воды. Никаких сбросов там не было. Все спокойно у них, рыба у них не гибнет. Вот, ну, тем более там сброс в Манитогорске, есть металлургический комбинат. Ну, просто многие люди, может быть, и не знают. Все, вот там, наверное, металлурги сбросили. Но если бы они сбросили какую-то отраву, то погибла бы рыба на протяжении 400 километров. У нас Урал 400 километров больше даже до Манитогорска. Там среднеуральское водохранилище. И сброс они осуществляют вот в это водохранилище, в этот комбинат. Там тоже ничего не погибло, промысел ведется, там все нормально. Поэтому это какое-то специфическое влияние, воздействие, я не знаю, как тут вы это понимаете. Какая-то болезнь, которую ветеринарные службы у нас вот первые взяли, они анализы, они все отрицательно дали. Их те патологи скрывали рыбу первой, ему рыбу давали, тоже ничего не нашли. Получается, что экологической катастрофой, да, которые говорили, опасались назвать ситуацию нельзя. Экологии мы не можем сказать, что это погибло вот от нарушения экологических каких-то норм. Но если бы экологические нормы, опять же, были бы нарушены, ну, гибло бы все. На вашем таком консилиуме, да, как говорите, экологическом, где представители разных служб и экологи собрались, какие версии из тех, которые можно считать еще актуальными, которые еще не опровергнуты, да, можно рассматривать? Ну, мы рассматриваем версии все-таки какого-то, возможно, воздействия именно на карася. Ну, склоняясь к тому, что просто его большое перенаселение карася. Известны такие случаи? Именно на этом плюсе. Да, это бывает такое. Гибла другая рыба, например, окунь, вот на оку давал то, что от перенаселения просто. Но я склоняюсь, что это не от перенаселения, все-таки какой-то воздействие. Почему? Потому что на протяжении нескольких лет у нас на территории Оренбургской области происходит периодически то в одном водоеме, то в другом водоеме, то просто такой, ну, просто они там не очень масштабные такие, но мы их фиксируем, что вот жара начинается, все связывается с очень жаркой погодой. Начинается жара, и все, и карася начинает плывать. Ну, легенды, опять же, люди все, пока мы точной причины не можем сказать, и поэтому люди все, что хотят. Начинается мысль, электроудочкой побили, там, ну, отравили само собой, я говорю, там еще чем-то, вот, но опять, если это отрава, если это, вернемся к этому же, если это массовая гибель, то она массовая гибель, это страшно просто, да, вот катастрофа. Я знаю, что сейчас все эти события, представители вашего ведомства и всех возможных доведомств, которые как-то причастны к экологии водных объектов, они и в СМИ выступают, и на телевидении ходят, но есть, есть все-таки... Потому что всем хочется все узнать. Всем хочется все узнать, тема всех интересует, но все-таки, если, да, оценивать объективно, то многие люди сейчас, вот, просто оренбуржцы, которые смотрят наши выпуски, да, выпуски наших коллег, они не верят, вот, в ту информацию, которую мы им говорим по эфире. Как думаете, с чем это связано, и говоря, и, в общем... А связано, вот, опять же, я и говорю, с тем, что мы никак не найдем причину, вот и не верят. Потому что многие что угодно, так, каких только слухов не угодят. Воду сбросили, из-за этого рыба сдохла, воду сбросили, рыба... Считают, в общем-то, люди, да, что сейчас просто пытаются их успокоить. Люди, люди хотят получить какой-то негативный фактор и кому-то открутить голову, кто виноват в этом, кто вот это сбросил, кто вот это сделал. Сейчас мы проводим очень такие всевозможные, все, что можно сделать, все исследования, потом эти все исследования будут направлены... Сейчас последние у нас находятся в региональной ветеринарной лаборатории, там проводятся все самые сложнейшие исследования, какие можно сделать. Вот, потом вся эта информация будет у нас в нейроны направлена. Ну, мы ее и так периодически направляем, они постоянно нам звонят, уточняют все прочее. Постоянно мы контролируем эту ситуацию. И мы просим их дать нам анализ вот этой ситуации по России, потому что разговор идет о том, что такие явления происходят на Волге, на Каме, там, в других местах. Знаю, что еще у жителей Восточного Оренбуржи были опасения, да, завода, который они пьют, что вот, в общем-то, там это все произошло. Можно сказать, что абсолютно безопасно и опасаться не стоит. Да, 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 вы знаете, там проведены все исследования бактериологические такие. Дело в том, что там вот этот ортоземский плес, вот с которого нам Урал приходит, там, как бы, стопорится вся вода. Там есть некоторые превышения, нетоксичные. Вода там лучше, чем водопровод, мы пьем с вами. Если кто интересуется, вот, ну, пускай приходит к нам в отдел, все анализы у нас есть, мы все анализы вам покажем. Результаты сможете показать, куда нужно приходить. Цинга 69, приходите, там спросите Забкова Александра Семеновича, любого работника, Ермохина Алексея Федоровича, он занимается этим делом. Мы все анализы вам, любой грунт, то все, что угодно положим. Александр Семенович, а есть ли какие-то, да, факторы, которые вот периодически, да, постоянно влияют на ухудшение экологии водных ресурсов? То есть предприятия, да, наверное, есть, которые как-то сбрасывают, да, отходы производственные или, в принципе, какие-то факторы природные? В данном районе, вот, там предприятия... В целом по Оренбургской области, если сейчас отходить от темы реклы, да, вообще вы говорите. Ну, по Уралу здесь у нас предприятие, значит, у нас Орский промоузел, там Новотроицкий, там предприятия есть, которые забирают воду, ну, и также очистные сооружения, которые сбрасывают. Там городские очистные сооружения есть, есть там сооружения железнодорожные, есть там, значит, Гайский ГОК у него, там очистные сооружения. Ну, осуществляется постоянный контроль за вот качеством этой воды, и, ну, очистные сооружения, я бы сказал, что, ну, они не идеально работают, но достаточно нормально. Они как-то, да, свой вот этот вред, который приносит, компенсируют, у них будут? Да, однозначно. Каким образом? Они зарыбляют водоемы наши, вот, рыбы, ну, у нас наука тут работает постоянно, они нам выдают рекомендации, какие виды рыб зарыблять. Вот, они зарыбляют реклинское водохранилище, ну, предприятие. Вот сейчас, например, Уральская Сталь, они готовятся зарыбить 63 тысячи малька сазана. Да, в прошлом году они столько зарыбили, и они оплачивают свои ущербы, которые не смогли компенсировать, они оплачивают их. А в целом есть для них какие-то установленные, да, например, вот суммы, которые они должны возместить? Вот о каких идет речь в данном случае суммы? Ну, речь идет сейчас о чем? Речь идет о том, что деньги в воду кидать бесполезно, рыбы там больше от этого не будет. Деньги, которые они оплачивают, если вот ущербные, они уходят в бюджет, и они растворяются там, неизвестно, где там они будут. Ну, да, где-то, может быть, где-то что-то может и будет, но идет речь адресная. То есть вот, например, у нас Гайский ГОК там нарушает, воду берет на Урале там, да, значит, он в Урал должен выпускать. Водоканал Оренбургский воду берет, сбрасывает, они в Урал и должны рыбу выпускать. То есть на эту сумму, и самое главное, почему не деньги, почему, потому что цена рыбы каждый раз разная, выдается количество рыбы штук. Там 500 штук, 600 штук, тысячи штук. То есть, в зависимости от параллельно наносимого вреда вот этому вот... Пропорционально, да, этому ущербу. Это порядка 10, 12, 14 предприятий ежегодно, вот они осуществляют такие. А есть ли какие-то у них аварии? То есть, что, да, они не просто в каком-то обычном своем фоновом режиме вот эти выбросы производят, а, например, когда что-то такое случается и прям значительный урон происходит? Да, аварии бывают, но вот очень редко. Я вот на своей памяти, ну, может, пять помню таких вот. Но они не привели тоже, потому что они как бы сейчас очень быстро это все ликвидируются, потому что если раньше могли там что-то сбрасывать потихоньку в речку, травить ее, и никто об этом, может, и не знал бы даже. Сейчас вот у всех в руках телефоны, смартфоны там всякие, которые снимают и ту же интернет. Да, поэтому сейчас очень сложно вот так это самое, потому что буквально в течение часа-двух мы узнаем об этих всех вещах. Ну, да, такие случаи бывают, конечно. Около двух недель стало известно, что Росприроднадзор, да, по Оренбургской области отделения объединяют с Башкортостанским отделением. Ну, это, я так думаю, это не новость, потому что все федеральные структуры, они сейчас, идет же постоянное сокращение. Вот у нас там тоже 5%, 7%, 6% потихоньку-потихоньку отбираются эти единицы. На фоне этого получается, что там бухгалтерия есть, там еще что-то такое, вот объединяют. По вашему мнению, это может как-то сказаться на уровне контроля за экологическими вопросами, экологическими проблемами, тем более на фоне того, что сейчас о них стали вот очень часто говорить? Ну, полномочия у них не отбирает никто, полномочия у них, по-моему, остаются все те же. А вот снабжение и все остальное, вот тут, я думаю, конечно, они здорово осядут. То есть может быть, да, какое-то негативное? Я не могу сказать, что это так будет, но так же они будут иметь все полномочия, все, они так же будут этим всем заниматься. Просто там все будет зависеть, какая будет структура. Вот у нас есть отдел водных ресурсов БВУ, у них, значит, структура тоже самая, бассейновая, у них управление в Волгограде. Они сделали всех начальников отдела заместителем начальника управления, то есть имеют подпись, имеют право в подписи, финансовых документов, согласовать на каких-то документах, распорядительных. Но с другой стороны, да, оборот документальный задерживается, и надо контролировать постоянно каждый документ, какой мы отправляем. Почему? Потому что, ну, с 12 областей приходят документы, ну, естественно, там тоже люди работают. Вот. Было бы хорошо, если бы это повлияло, да, вот положительно только на бюрократические какие-то моменты, вещи, а не чтобы произошло сокращение реального сотрудника, которые... Затягивание, чтобы не происходило. Но вот органы рыбоохраны, они как-то все время для меня вот это не ново, я поэтому спокойно к этому отношусь. Количество рыбы в Урале каким-то образом контролируется и сокращается оно в связи с тем, что воды меньше становится? Нет, постоянно проводятся исследования. Естественно, чем больше было бы воды, было бы больше рыбы, это тоже. Но запасы в Урале не снижаются. Вот, ну, наука у нас постоянно работает. Работает она у нас на Реклинском водохранилище, это вот Саратовский Нерод, там высококлассные специалисты. Они постоянно проводят исследования. У нас даже появились новые виды рыб. Сейчас рыбец появился. Рыбец, он к нам пришел с Донского, с Волгодонского, видимо, канала. Все у нас. И подуст многие рыбаки, любите сказать, что подуст стало много. Одно время его совсем не было. То есть вот разумные правила рыболовства, разумные промыселы, разумные любители, которые, ну, молот не вылавливают и дают ей спокойно отнереститься, в период нереста не ловят. Сроки запрета сейчас вот у нас на промысловое рыболовство начинаются с 15 апреля. То есть в этот период у нас начинает нереститься щука, тот же вот подуст, значит, ясь. И вот эти рыбы, мы их вот этим ранним запретом, мы их сохраняем. Но есть, наверное, и те все-таки, кто браконьерством, да, занимается? Ну, как без браконьерства? Ну, без браконьерства, я думаю, никак. А какое сейчас наказание? Есть информация у вас? Наказания сейчас идут по линии ужесточения и по линии, а рыбалка по линии либерализации, грубо говоря. То есть разрешается сейчас очень многое, что раньше не разрешалось. Например, что? Ну, рыбалку, вот, квокум, например, раньше не разрешалось. Сейчас, пожалуйста. Ну, выловить ты можешь только одного сама в сутки, да. А завтра приезжай, еще сама лови. А сегодня только одного. А единственное, вот, с прошлого года, значит, новые штрафные санкции поступили за незаконно выловленную рыбу. Ну, вот, опять много очень было звонков, обсуждений, да, вот, туда-сюда. Ну, я же объясняю, за незаконно выловленную, за незаконно. То есть кто ее ловит сетями, там, какими-то сетными орудиями лова, ну, в запретный период незаконно. Вот, и также там введено такое, что рыбу можно выпускать, и на нее уже санкции не накладываются. Да, действительно, таксы очень серьезные. Вот, судак, например, ты 3 305 рублей голова, независимо от размера. Пять судаков поймал, 17 тысяч уже тебе есть. И 5 тысяч трав. Вот, 23 тысячи, там, у тебя в кармане, 22, да. Ну, вот, линь, например, да, 500 рублей. Вот, товарищ выловил 75 линей в период запрета. 75 тысяч трав. Это речь идет вот о любителях, или, может быть... Нет, ну, любители-то столько не ловят. Ну, любители не ловят столько этого, во-первых. Во-вторых, это идет тот, кто ловил сетями, например, там, острогой, там, электроводочкой, еще какой-то другой запрещенный. Ну, то есть у нас, с того, от статьи 29 правил рыболовства запрещены все осетные орудии лова для любителей рыболовов. Я приведу пример, это еще до новых такс. Один специалист у нас на Сорочинском водохранилище наловил платвы на 69 тысяч. Представляете, при стоимости платвы, это 17 рублей голова, сколько-то он ее поймал. Александр Семенович, хочется поговорить о состоянии Урала в целом, да, о водных ресурсах, которые теряют, кажется, с каждым годом. По уменьшению или увеличению водных ресурсов, я же говорю, у нас постоянно сырьевая база, это называется сырьевая база, изучает у нас саратовский госнеорг. И какие результаты? Результаты, например, в Ирикле, например, в Ириклинском водохранилище, что особенно отрадно, появились промысловые запасы у нас рипусов. Не снижаются запасы платы, очень много головля. У нас тут приезжал, ну, я, чтобы объективно быть, приезжал чемпион мира по ловле головля, пишет книгу про головля, мы с ним встречались. Он говорит, я столько головля нигде не видел, у нас очень много его. Другое дело, да, вот водность, да, вот я тоже... Да будет ли где ловить головля нам через 10 лет, наверное, волнующий вопрос. Не знаю, тут много всяких тоже предложений всевозможных. Но вот по водности я вам скажу, вот Урал где-то в 65-м или в 67-м году, я сейчас точно не помню, нас детей возили из нашего колхоза в цирк, в город Оренбург. Дороги вот этой, которую магистраль вот эта сейчас идет на Орск, вот ее не было. И ездили все через Беляевку, она была вот до сворота до Лобайтала, сворачивали, и Урал там переезжали вброд на ГАЗ-51. Вот вам и водность. То есть не о чем бесплатно? Да, пока вот с водниками мы говорим, они поднимают статистику. Мне вроде тоже кажется, что меньше воды. А я говорю, Александр, смотрите, вот сколько был сток, вот сколько он был сток, вот там 3 кубокилометра, столько он и есть. Просто он перераспределяется иногда, не всегда так, как нам бы хотелось. Несколько дней назад на своей странице в Фейсбуке журналист Владимир Беребин высказался о том, что бесконечно мы говорим о сохранении Урала, день у реки Урал. Но вот лично обывателям, да, обычным людям кажется, что что-то да не так, потому что на пляже уже, да, вот два городских пляжа, там, ну, по колено люди проходят реку. Ну вот, опять же, вот давайте вот эту, возьмем вот эту ситуацию, да, вот эти городские пляжи. Там проводились и неоднократно дно углубительной работы, что говорит об их бесполезности. Вот на моей памяти раз-три там проводили. Там водозабор этот городской вот у нас очищали, там водозабор для фонтана, там вот этот пляж, там, говорю, там делали вот 3 метра акватории. Зимснарядом, все, прочистили, топляка очень много там вытащили, всего прочего. С гидровогами, которые там работали, как раз они гидротехники, вернее. Я говорю, хороший паводок будет вот прям завтра, ну, вот это, и все, тут так же будет. Да ладно, будет, лет 10 будет глубина, ну, на коньяк, на коньяк. На следующий год павода хорошая, ну, где-то в июле месяце еду, мужик Урал переходит в этом месте вот так. Я говорю, ну, что, звоню, приезжай с коньяком. Он, что, я говорю, что, неужели? Я говорю, приезжай, посмотри. Понимаете, мы, вот, горячий гол, давайте мы там почистим, да, вот вытащим еще. Получается такая петрушка, значит, вот мы почистили, да, мы сделали там отстойник. Ну, замедляется там течение, резко. Еще, знаешь, будет там выпадать все в осадке. Ну, мы сейчас почистим. Места у нас есть, вот, мне один мудрый человек, Хасан Хуслай Ахмедович, что его знает, большой ему привет. Он фермер, выжил, прожил всю жизнь, родился и прожил всю жизнь, селял Байтал на Урале и наблюдает его. Ну, когда я так вот, он очень сильно переживает. И он мне начал задать вопрос. Я говорю, ну, вот мнение такое, Хасан Хуслай Ахмедович, что вот хотят все почистить, землю снарядом, косу убрать. Он, с ума сошли, я говорю, надо и реклу убрать. У него тоже свое мнение. И бобров убрать, говорит, с реки Урал. Ну, бобры там, правда, все деревья поваляли там. Ну, правильно, гадят они, конечно, здорово. Ну, опять же, что с ними делать, теперь никто не знает. Это вот говорит о том, что когда без научных обоснований, все, вселили новый вид для разнообразия. Вот, получили разнообразие. Врагов у него нет. Издержки. Расселяется он где хочет, живет он, грызет все подряд. И вот, пожалуйста. Второе. Вот он меня убедил. Мы говорим, так, косу убрать, надо все это перекаты там. А потом сами думают, а теперь что делать с Уралом? Как уровень поднять? Нам уровня не хватает. Надо поднять. Ну, может, мы же мало живем-то. Может, он и был такой. Может, 150 лет, 200 лет. Мы же не знаем, какой он был, правильно? Говорят, что там практически чуть ли не корабли ходили по Уралу. Все попытки, вы понимаете, благими намерениями вымещена дорога в ад. Попытки были гравий забрать с Урала и со стариц. Были хорошие проекты, которым не суждено было сбыться. Вот старица, где дома отдых Урал, вот там старица сейчас вот осталась, там она уже вся пошла тоже зарастать. Последний этап проекта, третья очередь, его не выполнили. Не знаю, там по причине... А что подразумевал проект? Что должен был сделать? Этот проект подразумевал все-таки вот эту вот протоку последнюю. Видите, в Урал, где Ивановские водозаборы стоят, газпромовские, то есть, чтобы постоянное было течение здесь сильное. И тогда бы и Паводок промывало бы эту старицу, этот рукав бы работал. Ну, опять, мы же с вами тоже вот не знаем, как бы он там работал, не работал. Ну, хотя вот такие, как ни странно, рукава работал. Почему не предприняли эту попытку? Денег не было? Нет, не денег. Там все было. Там, скорее всего, были политические тогда вот эти... Вот был перестроечный период, было много очень появилось на базе вот этой природы, экологии. Появились кедр партии, зеленые какие-то там еще. Я уж не буду говорить, еще кто появился. Вот. Ну, вот они всеми богами, они очень много тогда в то время навредили. Если возвращаться к Уралу, вот та ситуация, которая сейчас происходит, да, по колено мы переходим, беспокойства много. Это результат чего? Нет денег, нет экспертов, может быть, которые могли бы сказать, да? Хорошо, давайте мы сейчас начнем с другой стороны. Деньги на что? Чтобы как-то остановить этот процесс, разработать какой-то план, да? Давайте, ваше предложение, как остановить? Я не знаю. Вот, я не знаю, и я не знаю. Получается, нет экспертов, которые... Вопрос в чем идет? Идет зарастание, идет жара. Зарастает любой водоем. Мериклинский водохранитель, глубокий водоем, да? Там на лодке идешь, как будто краска у тебя есть под этого идет, да? Обрабатывать там есть специальные реагенты и все прочее. Но это химия же. Мы там пьем оттуда. А с другой стороны, эти водоросли зимой отмирают. На дно и через доник вода идет к нам в Урале. Она вот, когда начинает промывка Урала, она мутная начинает сойти. Это органика, удобрение. Вот, пожалуйста. Раз удобрение есть, трава будет расти. Но я вам скажу, в Урале и раньше было очень много растительности. И 40, и 50 лет назад там было много очень растительности. Особенно в Верховье. Я не знаю, как внизу здесь, но в Верховье там очень много было растительности. Дело другое, давно нет хорошего паводка. Вот я тут с вами согласен. Потому что вот эти паводки, они как бы очищают водоемы. Причем паводки такие, чтобы лед сровал, чтобы ледоход шел. Почему ледоход шел? Вот по краям у нас и в затонах везде растет камыш. Камыш, другая трава. Он примерзает ко льду. И когда ледоход, его вырывают, все эти коряги. То есть природные факторы складываются. Да, это природные факторы и все. Другое дело, я бы на Урала с точки зрения такой бы посмотрел. Ну, исследование провести у нас... Вот проблема, я считаю, такая большая. У нас выходы всей столицы заилины. Выходы из речек, устья речек, как бы сказать, заилины. То есть происходит заболачивание вот этих вот факторов и бобры. Фактор там и другие какие-то, и листые наносы. Вот тут бы, да, я бы тут сказал, так надо изучить, посмотреть, как наука скажет, может быть, и где-то эти наносы убрать. Но проблем с этим будет очень много. Это работы очень дорогостоящие. И потом, куда девать эти наносы? Вот это сейчас сразу станет вопросом, куда? Ну, вроде говорят, да вот на огород можно. Это же сапропель, типа, и удобрение. Ну, может быть, надо изучать. Может и на огород. Но может быть и хуже. А может и хуже сделать. То есть вот другие головы говорят, давайте мы сейчас почистим. Урал, гравий вот тут вот бесплатно сделают. Бесплатно, лишь бы гравий дали взять. Ну, гравий возьмут и все. А потом-то что? Все, опять получился отстойник у нас с вами. На этом предлагаю завершать. Мы будем ждать тогда, да, результатов окончательных исследований, да, экспертиз по Ориклинскому водохранилищу. У нас в гостях был начальник государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Александр Семенович Забков. Есть вам что сказать нашим телезрителям? Нашим рыбакам, всем профессионалам и рыбакам-любителям поздравить всех с наступающим праздником. 7 июля у нас будет день рыбака, а 30 июня у нас будет день всемирного рыболовства. Вот вас с праздником, больших вам уловов, чтобы рыба не дохла, чтобы вас инспектора не наказывали. И чтобы не нарушали, главное. Ну да, вы не нарушайте, мы всегда всем, кто к нам приходит за постановлением, мы всегда всем желаем хорошего улова и не нарушать в дальнейшем. Будьте информированы, не стесняйтесь, звоните, спрашивайте. 56 07 43 57 23 56 телефон, потому что иногда нарушают просто от незнания. На этом мы заканчиваем. Вы смотрели пятничный выпуск новостей. Меня зовут Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры подогнали Симон.